Раб чрево изыскивает, какими пищами почтить праздник, а раб Божий помышляет, какими бы дарованиями ему обогатить. 5. Когда пришел в гость, чревоугодник подвигается на любовь, подстрекаемой чрево неистовством, и думает, что случай сделать пришедшему утешение, если не его разрешение на все. 6. Посещение другого принимает за предлог, разрешающий пить вино, и под видом вскрытия добродетели делается рабом страсти. 7. Часто тщеславие враждует против объедения, и эти две страсти воюют между собой за бедного монаха, как за купленного раба. 8. Объедение понуждает разрешать, а тщеславие внушает показать свою добродетель. 9. Но разумный человек избегает той и другой пучины, и умеет пользоваться удобным временем для отражения одной страсти другою. 10. Если плоть буйствует еще, то и должно укращать ее воздержанием во всякое время и во всяком месте. 11. Когда же она утихла, чего впрочем не надеясь заждаться прежде смерти, тогда можем вскрывать перед другими свое воздержание. 11. Если духовный отец тебе, юному, разрешит пить вино на пиршество, то смотри, каков он сам. 12. Если он богобоязнен, то можешь немного разрешить, а если он не совсем родив, то лучше тебе, не обращая внимания на его благословение, хранить воздержание, 13. Особенно, когда еще борешься с огнем плотской похоти. 14. В укращении чрева употребим благоразумную постепенность, а течем прежде всего уточняющую пищу, потом разжигающую, а после и услождающую. 15. Давай чреву своему пищу мерную и удобоваримую, чтобы умеренным насыщением отделаться от его алчности, а через скорое переварение пищи избавиться от рожжения, как от бича. 15. Для непадавших особенно воздержание потребно только при движении похоти, а для падавших оно необходимо даже до смерти. 15. До самой кончины пусть они не дают утешения телу своему и борются с ним без примирения. 16. Первым предлежит только охранять всегда чинно благоустроение ума, а последним надлежит еще умилостивлять Бога душевным сетованием и истаиванием от голода и жажды. 16. Будем укращать чрево помышлением о будущем огне. 17. Повинуясь чреву некоторые по причине рожжения от того похоти, отрезали наконец свои члены и умерли двоякою смертью. 17. Присмотреть и увидишь, что объедение есть единственная причина потопления в море похоти с нами случающихся. 18. Ум постящегося молится трезвенно, а ум невоздержанного исполнен нечистых мечтаний. 19. Насыщение чрева иссушает источники слез, а чрево, иссушенное воздержанием, рождает слезные воды. 19. Кто служит своему чреву и между тем хочет победить духа блуда, тот подобен угощающему пожар маслом. 20. Когда чрево утесняется, тогда смиряется и сердце. 21. Если же оно упокоено пищей, то сердце возносится помыслами. 21. Утесняй чрево воздержанием и заградишь тем себе уста, ибо язык берет силу от множества недий. 22. Наполняющий чрево свое расширяет внутренность, а у того, кто томит его воздержанием, они мало-помалу суживаются. 23. Суженные же, они не требуют уже и не принимают много пищи. 24. Знаешь, что часто бес присидит к чреву и не дает человеку насытиться, хотя бы он пожрал все пищи Египта и выпил всю воду в Ниле. 25. Если ты обещался Христу идти узким и тесным путем, то утесни утробу свою. 26. Пространен и широк путь чревоугодия, вводящий в пагубу блуда, и многие идут по нему. 27. На узкие врата и тесен путь воздержания, вводящий в жизнь чистоты, и немногие находят его. 28. Сидя за столом, исполненным кушаньем, предоставляй перед мысленными очами твоими смерть и суд. 29. Ибо и таким образом едва возможешь хоть немного укротить страсть объедения. 30. Когда пьешь, всегда вспоминай уксус и желчь Господа твоего. 31. И таким образом, если пребуешь в пределах воздержания или, по крайней мере, востинав, смиришь помысл свой. 30. Чревообъедения есть причина всех падений и нарушений обетов в виноческих общежитиях. 31. Если ты победишь эту госпожу, то всякое место будет тебе способствовать достижению бесстрастия. 31. Если же она будет обладать тобой, то до самого гроба везде будешь бедствовать. 32. Живая память смерти пресекает невоздержание в пище. 33. А когда невоздержание в пище пресечено со смирением, то и другие страсти отсекаются в то же время. 33. А однажды, когда я был еще молод, пришел я в один город или селение, и там во время обеда напали на меня вдруг помыслы объедения и тщеславия. 34. Но боясь и тщадия объедения, я рассудил лучше быть побежденным тщеславием. 35. В мирянах корень всех зол есть церебролюбие, а в монахах объедение. 36. Видел я мужественных деятелей, которые по некоторой нужде, давши утробе малое послабление в пище, 37. След за тем утомляли это окаянное тело всеночным стоянием, и тем научали его с радостью отвращаться от насыщения. 37. Невозможное дело в начале иночества быть совершенно чистым от объедения и тщеславия, но против тщеславия не должно нам бороться усложрением чрева. 38. Как преступник, которому объявили приговоры, который идет на казнь, не беседует о народных зрелищах, 39. Так и тот, кто истинно оплакивает грехи свои, не будет угождать чреву. 40. Как во множестве навоза рождается много червей, так и от множества яств происходит много падений, лукавых помыслов и сновидений срамных. 41. Если крайний предел чьего угодия есть понуждать себя на принятие пищи, когда и не хочешь есть, 41. То крайний предел воздержания будет воздерживать естество свое, когда оно алчит, несмотря на то, что оно ни в чем в это время не провинилось. 42. Как тучные птицы не могут высоко летать, так и угождающему своей плоти невозможно взойти на небо. 43. Иссохшая кина неугодно бывает с винием, так и плоть, увядшая от подвигов, не упокоивает боли и бесов. 43. Исповедь чревоугодия. 44. Как вы хотите отделаться от меня, когда я связан с естеством вашим? 45. Дверь моя – потребность пищей. 45. Ненасытным же делает меня привычка, которая потом вместе с нечувствием души и непамятованием смерти служит основанием страсти ко мне. 46. Первородный сын мой есть блуд, второе после него исчадие, есть ожесточение сердца, а третье – сонливость. 47. Море злых помыслов, волны скверн, глубина неименуемых нечистот также от меня происходит. 48. Дочери мои – суть леность, многословие, дерзость, смехотворство, кощунство, прикословие, жестоковыйность, непослушание, 49. Нечувствие, пленение ума, самохвальство, высокомерная и безумная самонадеянность, 50. Любовь к миру, за которую следует оскверненная молитва, парение помыслов и часто злоключения нечаянные. 51. И за всем этим следует отчаяние, самое лютое из всех страстей. 52. Память согрешения восстает против меня, но не побеждает. 53. Мысль о смерти сильно враждует на меня, но нет ничего в человека, что могло меня совершенно упразднить. 54. Кто приял утешителя, тот молитвенно жалуется ему на меня. 55. И он, умолен будучи, не дает мне действовать в нем страстно. 55. Невкусившие же его, всячески ищут услаждаться моею сластью. 56. Б. Борьба с блудом. 56. Насыщение чрева есть матерь блуда, а утеснение чрева – виновник чистоты. 57. По пресыщении нашим дух чревоугодия отходит и посылает на нас духа блудного, 58. Извещая его, в каком состоянии мы находимся, и говоря, иди, и возмути такого-то, чрево его пресыщено, 58. И потому ты немного будешь трудиться. 58. Этот пришедший улыбается, истязав нам руки и ноги сном, 59. Уже все, что хочет, делает с нами, оскверняет душу мечтаниями и тело истечениями. 59. Никто из обучившихся хранению чистоты, да не вменяет себе приобретение ее. 60. Ибо невозможно дело, чтобы кто-нибудь победил свою природу. 61. И где природа побеждена, там познается пришествие того, кто выше естества. 62. Ибо без всякого прикословия меньшее упраздняется большим. 63. Начало чистоты бывает, когда помысл не слагается с блудными прилогами. 63. И без мечтаний случается по временам во сне истечения. 64. Средина чистоты, когда естественные движения происходят только от довольства пищей. 64. И бывает свободно от мечтаний и истечений. 65. Конец же чистоты – умершление тела, предваряемое умершлением нечистых помыслов. 65. Отгоняющий судострасного пса молитвою, 65. Подобен борющемуся со львом. 66. Кто не излагает его сопротивлением, тот подобен обратившему врага своего в бегство и преследующего его. 66. Кто же стал совершенно свободен от самого прилога? 67. Однажды навсегда, сделав для него невозможен всякий доступ к себе, 67. Тот, хотя и пребывает в плоти, но уже воскрес из гроба. 68. Если признак чистоты – не испытывать похотного движения и сонных мечтаний, 69. Кто, конечно, крайняя степень похотливости будет – терпеть истечения и наяву, и от одних помыслов и воспоминаний. 69. Кто телесными трудами и потами ведет брань с этим соперником, тот подобен связавшему врага своего веревкою. 70. Кто воюет против врага своего воздержанием и бдением, тот подобен обложившему врага своего железными оковами. 70. А кто вооружается против него смиренно мудрием, безгневием и жаждою, тот подобен убившему своего супостата и скрывшему его в песке. 71. Есть иной, кто подвигом, и иной, кто смирением, и иной, кто Божиим внутрь пресечением имеет связанным этого мучителя. 71. Первый подобен деннице, второй – полной луне, а третий – светло сияющему солнцу. 72. Но все они имеют жительство на небесах. 73. Лисица притворяется спящая, а бес – целомудренным, так, чтобы обмануть птицу, а это, чтобы погубить душу. 74. Не верь во всю жизнь свою бренному телу этому и не полагайся на него, пока не предстанем Христу. 75. С новоначальными падения в плоские грехи случаются обыкновенно в обилии яств. 76. Средними они бывают от высокоумия и от той же причины, как и с новоначальными. 76. Но с приближающимися к совершенству они случаются только от осуждения ближних. 77. Некоторые ублажают скопцов по естеству от рождения, как избавленных от мучительства против. 78. А я ублажаю людей, которые повседневно делаются скопцами и помыслом, как ножом, привыкли себя обрезывать. 79. Не думай не зложить беса блуда воздержаниями и доказательствами. 80. На его стороне благосклонные поводы, так как он воюет с нами с помощью нашего естества. 81. Кто надеется бороться с плотью своей или победить ее своими силами, тот напрасно подвизается. 81. Ибо если Господь не разорит дома плоской похоти, не созиждет дома души, то напрасно бодрствует и постится, покушающийся успеть в этом сам собою. 82. Повергни пред Господом немощь своего естества, сознав свое во всем бессилие, и неощутительно получишь дарование целомудрие. 83. Поскользнувшийся и падший в ров похоти далеко отпадает от восходящих и нисходящих тот, як вам видены, лестницы. 84. И чтобы опять приступить им к такому восхождению, потребны для них многие поты и крайнее почтение. 84. И есть блуд и беспознание жены, который, как противоестественный, больше подвергает муки. 85. Это некая смерть и погибель, которую мы всегда носим в себе, и наиболее в юности. 85. Но погибель эту и не дерзая объявлять Писанием, потому что руку мою удерживает сказавший. 86. То, что делаю тайно, о том стыдно и говорить, и писать. 86. Человеколюбивым представляет Бога бесчеловечный враг, наущательно блуд, внушая, что он великое оказывает снисхождение к этой страсти, как естественный. 87. Но понаблюди за этим злокозненником и найдешь, что по совершении этого греха он уже иным представляет Бога, только правосудным и непрощательным. 87. Первое внушение делает он для того, чтобы вовлечь нас в грех, а второе – с тем, чтобы ввергнуть нас в отчаяние. 88. Когда по совершении греха томит нас туго и нечаяние, тогда снова предавать себя падением необычно нам. 89. Когда же они утихнут, тогда злобный враг снова начинает толковать нам о человеколюбии Божьем. 90. Господь, как нечленный и бестелесный, радуется о чистоте и нерасплении нашего тела. 90. Бесы же ни о чем другом столько и не веселятся, как о блуде злосмрадном, и никакой страсти не любят так, как эту осквернительницу тела. 90. Матерь сладости, сладов, утешения доставляющих земля и роса, а матерь чистоты безмолвия с послушанием. 91. Чистота тела, одним безмолвием достигаемая, сближаясь с миром, часто не оставалась непоколебимой. 91. Послушанием же стежеваемое везде благоискусно и непоколебимо. 91. Кто одним воздержанием пытается пресечь эту брань, тот подобен человеку, который усиливается в выплате с пучины морской, действуя одной рукою. 91. Сопряги с воздержанием смирения, потому что первое без последнего оказывается неполезным. 92. Какую страсть увидишь в себе господствующую, против той одной наиболее вооружайся, в особенности же против естественного домашнего врага. 93. Ибо если мы с тобою не победим этой страсти, то от победы над другими не будет нам никакой пользы. 94. Поразивши же этого египтянина, конечно, и мы узрим Бога в купине смирения. 95. Находясь в искушении, чувствовал я радость, слезы и утешение. 95. И по младенчеству думал, что это плод духовный, а это была прелесть вражья. 95. Не вдавайся в обман, юноша. 95. Видел я некоторых молящихся о любимых ими лицах, которые, будучи побуждаемы на то блудной страсти, думали, однако же, что исполняет долг святой любви. 95. Когда повергаемся на постель, тогда наиболее должны мы трезвиться. 96. Потому что тогда ум без тела борется с бесами. 96. Если он еще не отсек сочувствие с власти похоти, то охотно делается предателем. 97. Память о смерти дозасыпает и довосстает с тобой. 97. И месяца Иисусова молитва вместе. 98. Ибо ничто не может тебе доставить столь сильное заступление во время сна, как эти деланье. 98. Бывает истечение во сне иногда от обилия пищи, вообще от излишнего покоя в плоти. 99. Иногда от гордости, когда мы, долго пребывая свободными от истечения, этим возносимся. 99. Иногда от того, что осуждаем ближнего, иногда же и от одной зависти бесовской. 99. Бог попускает это иному, чтобы безгрешным этим заключением получить его смирению, не дозволяя себе днем помышлять о бывших во сне мечтаниях, ибо у бесов и то есть намерение, чтобы с наведениями осквернять нас, бодрствующих. 99. Во время бури и искушения похотью хорошей помощью бывают для нас власяница, степел, всеночное стояние, голод, жажда палящая и немногими каплями прохлаждаемое пребывание в гробницах, а более всего смирение сердца и, если можно, духовный отец или усердный брат скорой на помощь и старый разумом. 99. Ибо я почитаю из-за чуда, чтобы кто-нибудь мог один сам собой спасти корабль свой от этой пучины. 30. Некто, увидев необыкновенно красивую женщину, прославил о ней творца. От воззрения на нее возгорелась в нем любовь к Богу, и из-за чей исторгся источник слез. 31. И дивно было видеть, как то, что для другого послужило в погибель, для него более естества стало венцом победы. 31. Если такой человек всегда в подобных случаях имеет такое же чувство и делание, то он восприял нетление прежде общего воскресения. 32. Таким же правилом должно нам руководствоваться и в отношении к сладкопению и песням. 33. Боголюбивыми мирскими и духовными песнями возбуждается обыкновенно к святому радованию, к Божьей любви и слезам. 34. А сластолюбцы – к противному. 35. Некоторые говорят, что по вкушению плоткого греха невозможно называться чистым. 36. А я, опровергая их мнение, говорю, что хотящему возможно и удобно дикую маслину через прививку превратить в добрую. 37. Если ключи царствия были верены девственнику телом, то мнение сказанных лиц, может быть, было бы справедливо. 38. Но да посредит их тот, кто, имея тещу, стал чист и носит ключи царствия. 39. Много виден змей телесной похоти, невкусившим с власти ее внушает он, однажды только вкусить и перестать. 40. А вкусившим этот коварный побуждает опять к новому вкушению. 41. Многие из первых по неведению этого зла бывают свободны от брания, а последние, как испытавшие мерзость эту, терпят брание и подстрекание. 42. Впрочем, часто случается и противное этому. 43. Когда встаем мы от сна в благом и мирном настроении, то бывает это с нами по сокровенному воздействию святых ангелов, особенно если уснули с молитвой и с резвением. 44. Но бывает, что встаем мы в мрачном и досадливом расположении, подвергаясь этому по причине злых сновидений. 45. Не диво невещественному бороться с невещественным, но то чудо и чудо воистину дивное, что облеченный веществом обращает в бегство невещественных врагов в борьбе с этим своим веществом враждебным и коварным. 45. Рассудительные отцы полагают, что иное есть прилог, иное сочетание, иное сосложение, иное пленение, иное борьба, а иное так называемое страстью в душе. 46. Они определяют, что прилог есть простое слово мысль или образ какого-либо предмета, вновь являющийся уму и вносимый в сердце. 47. Сочетание есть собеседование с явившимся образом, со страстью или бесстрастно. 48. Сосложение есть склонение души к виденному, соединение с услождием. 49. Пленение есть насильственное и невольное увлечение сердца увиденным, или совершенное его с ним слитие, разоряющее наше доброе устроение. 49. Борьбой называют усиленное сопротивление борющему, кончающейся или победой, или поражением, произвольно. 50. А страстью называют такое походливое расположение, которое, вгнездившись в душу, соделывается потом через долгий навык, как бы природным ее свойством. 51. Так что душа уже произвольно и сама собою стремится к удовлетворению его. 52. Без всех этих первое безгрешно, второе не совсем, третье бывает или грешно или безгрешно, судя по устроению подвязающегося. 53. Борьба бывает виною или венцов, или мучений. 54. Пленение иному подлежит суду, когда случается во время молитвы, и иному, когда бывает в другое время, иному при помышлении о вещах безразличных, и иному при помышлении о вещах худых. 55. Стрась же, несомненно, во всяком случае осуждается, и если не будет очищена равносильным покаянием, подлежит вечному мучению. 55. Но кто к первому, то есть к прилогу, относится бесстрастно, отрывает его, не останавливаясь на нем вниманием, тот одним разом отсекает все последующие. 56. Просвещеннейшие и рассудительнейшие из отцов приметили еще иной помысл, который утончение всех вышесказанных. 57. Его называют набегом мыслей, который без определенного времени, без слова и образа, с быстротой стрелы внушает искушаемому страсть. 58. Нет ничего скоробежнее в телах, ничего быстрее мгновений в душах. 59. Того, как этот помысл одним тонким напоминанием и безвременным, и несказанным, а для иных даже и неведомым, вдруг являет свое присутствие в душе без предварительного собеседования и сосложения с нею. 59. Кто плачем возмог постигнуть, понять, уразуметь такую тонкость этого помысла, тот может объяснить нам и то, как бывает, что душа от одного взгляда или прикосновения руки, или слышание пения, страстно блудствует, оскверняется и распевается похотью, не думавши о том и не замышлявши того. 60. Иной раз похоть, родившись внутри души, переходит и в тело, а иной раз от тела переходит она в душу. 61. Последнее обыкновенно бывает с живущими в мире, а первое – с проходящими монашескую жизнь по спудности у них вещества или материала похотного. 62. Когда после долгой борьбы с бесом, союзником нашей бренной плоти, изгоним его, наконец, из сердца своего камнями паса и мечами смирения, 63. Тогда этот окаянный, как червь, присмыкаясь внутри тела нашего, усиливается осквернить нас неким щекотанием, возбуждая безвременные и бессловесные движения. 63. Этот бес тщательнее всех других наблюдает в случае, когда мы не можем помолиться против него телесно. 64. И тогда этот непотребный особенно покушается нападать на нас. 41. Тем, которые не приобрели еще истинной сердечной молитвы, помогают в борьбе с блудной страстью утомления себя в телесной молитве. 42. Разумею, возъяние рук, биение в перси, очей на небо, умиленное возведение, воздыхание с тянаниями, частое преклонение колен. 43. Чего, однако, часто не могут они делать по причине присутствия других лиц. 44. Тогда-то особенно демоны и пытаются нападать на них. 45. И они, не имеющие сил противостать им твердости ума и невидимым действам молитвы, по необходимости, может быть, уступают иногда борющим их. 45. Ты же, в таком случае, отскочи, если можно поскорее от людей, скройся где-нибудь незаметно на короткое время. 46. И там, в возведшей горе око душевное, если можешь, а если нет, хоть телесное, и руки крестовидно распростершены по срамлению и побеждению этим образом мысленного Амалика. 47. Возопи к могущему спасти, не преухищренными словесами, а смиренными речениями, прежде и более всего призывая, помилуй меня, ибо я немощен. 48. Тогда опытом познаешь силу Всевышнего. 49. И невидимо невидимой помощью обратишь в бегство невидимых. 50. Навыкший этим образом воевать, скоро и одной душой станет прогонять врагов, ибо это второе дается от Бога делателям в награду за первое. 51. Как воду жизни усердно пей поругание от всякого человека, желающего напоить тебя этим врачеством, очищающим от будной похоти? 52. Ибо когда глубокая чистота воссияет в душе твоей, и свет Божий не оскудеет в сердце твоем тогда. 53. Не приставай воображать и воспоминать бездну темного огня, немилостивых служителей, судью немилосердого и неумолимого, бесконечную глубину преисподнего пламени, 54. И тесные сходы в подземные места, ужасные пропасти, и другое этому подобное. 55. Чтобы страхом, рождающимся от этих воспоминаний, ты мог удалить от себя ощущение блуда, соединиться с непленной чистотой и принять в душе своей сияние невещественного света, который блистательнее всех огней. 56. И есть бес, который, как только мы возляжем на одр, приходит к нам и стреляет на нас лукавыми и нечистыми помыслами, чтобы мы, поленившись вооружиться против них молитвой, и уснувшись скверными помыслами, объяты были потом и скверными сновидениями. 57. Чего глаза не видели того и гортань, по одному слуху, не сильно желает вкушать. 58. Так и чистым телом получает от своего неведения, славьте блудной, большое облегчение в брани против блуда. 59. Как сражающийся со львом, если отвратит от него глаза, тотчас погибает, так и борющийся с плотью своей, если ее упокоит. 59. Тем, которые борются с телесной похотью, в свое время прилично бывает безмолвие, но с разрешения хорошо знающего их наставника. 60. Узнал я, что бесу ныне предшествует бесу блуда и уготавляет ему путь, чтобы, крепко расслабив и погрузив в сон тело, дать возможность бесу блуда производить в спящем осквернение, как наяву. 61. Как всякому земному царю мерзок, предстоящий ему, и в то же время отвращающий от него лицо свое, и с врагами его беседующий, Так и Господу мерзок бывает, предстоящий на молитве и принимающий нечистые помыслы. 50. Пса этого блудного беса, когда он приходит к тебе, прогоняй духовным орудием молитвы, и сколько бы он не продолжал бесцитствовать, не уступай ему. 51. Исповедь блудной страсти. Душа спрашивает, скажи мне, супруга моя, естество мое, ибо я не хочу никого другого, кроме тебя, спрашивать о том, что касается тебя. 52. Скажи мне, как могу я пребывать неуязвляем тобою? Как могу победить твое мучительство? 53. А она, отвечая душе своей, говорит, не скажу тебе того, чего и ты не знаешь, но скажу то, о чем мы оба разумеем. 54. Я имею в себе отца своего, самолюбие, самоугодие и саможаление, и издали подготавливает мое рожжение, всякое мне угождение и упокоение. 55. От этого меня, упокоение и соответственных ему дел, загорается потом внутри жжение похотное. 56. И тогда, зачавши, я рождаю грехопадение, а они же, народившись в свою очередь, рождают смерть души через отчаяние. 56. Если сознаешь мою и свою немощь, явную и глубокую, то свяжешь мне руки. 57. Если умучишь голодом гортань, то свяжешь мне ноги, чтобы я не шла далее. 58. Если сосчитываешься с послушанием, то расторгнешь союз со мною. 59. А если стяжешь смирение, то отсечешь мне голову. 59. В. Борьба с сребролюбием. 60. Сраница 528. Сребролюбие есть дочь неверия, а оно в предлог себе выставляет возможные немощи, приближения, старости, внезапность, голода по причине бездождя. 60. Сребролюбие есть осмеятель и добровольный нарушитель Евангелия. 61. Дух Евангелия – любовь. 62. Но кто имеет любовь, тот не убережет денег. 63. Загадывающий ужиться с тем и другим, с любовью и деньгами, сам себя обманывает. 63. Кто оплакивает себя, тот не только имение, но и тело своего отвергается. 64. Если время потребует, не пощадит и его. 64. Не говори, что имеешь нужду собирать для нищих, чтобы через помощь им получить царствие, ибо царствие можно купить и за две лепты. 65. Страннолюбие с и сребролюбие друг с другом встретились. 66. И второй назвал первого нерасчетливым. 67. Кто победил эту страсть в сребролюбии, тот отсек все заботы, а кто связан ею, тогда всегда томят заботы того. 67. И он никогда не может помолиться чисто. 68. Начинается сребролюбие предположением раздаяния милостыни, а окончается ненавистью к бедным. 69. И он сребролюбие пока собирает, милости бывает, а как скоро набрал и руки сжал. 69. Видел я нищих деньгами, которые, живя жизнью нищих духом, обогатились духовно и забыли о прежней своей нищете. 70. Нестяжательный отложил все заботы о земном. 71. Не течется о жизни и житейском, и шествует путем своим беспрепод. 71. Он владыка мира. 72. Всю печаль свою возверши на Бога. 72. Не скажет он человеку о своей нужде, но все приходящее приемлет, как от руки Господней. 73. Нестяжательный ни к чему не привязан, и о том, что есть у него, не думает, как бы того не было. 74. Так как все уже вменил в напрасное, когда решился стать отшельником. 75. Кто печалится о чем-либо, тот еще нестяжателен. 75. Нестяжательный чисто молится, а любостяжательный во время молитвы бывает исполнен вещественных образов, и будто им молится. 76. Субтитры создавал DimaTorzok